Мумификация народного хурала. Следующий созыв законодательного органа республики Вангую будет самым старым в истории Бурятии. Почти сегодня одна треть бурятских депутатов, люди пенсионного возраста, и они хотели бы сохранить за собой мандат народного избранника. Еженедельная ГМК в Бурятии разразилась статьей «Уставшие», где перечислила фамилии некоторых из них. Это Матвей Гершевич, 70-летний, Валерий Доржиев, 67, Иннокентий Егоров со Степаном Калмыковым, им уже по 68 лет, ну и самым старым оказался Александр Коренев, перемашнувший 70-летний рубеж, 71-летний пенсионер. Но журналисты МК не упомянули еще одну знаковую фигуру Евгения Ханхалаева. Евгений Казакович в будущем году отметит тоже свой 70-летний юбилей. Промолчали и они о Геннадии Айдаеве, который недалеко отстал от этих людей, ему уже 68 лет. Вот такая претензиозность обнажает аффилированность так называемого еженедельника, который претендует на объективность. Кто и что стоит за этой газетой? Здравствуйте! В эфире программа «Багдаев». Попытаемся разобраться в том, что происходит здесь и сейчас. Для этого мы пригласили в эфир общественного деятеля Игоря Бабкова. Здравствуйте, Игорь Александрович! Здравствуйте! Насколько вот обоснованы мои подозрения, что клан Матхановых и Айдаевых стоят за этой газетой, которую вот усиленно рекламирует Геннадий Архиповича, восклавляет его политическое прошлое? Я бы, наверное, отвечать на ваш вопрос начал с небольшого комплимента в ваш адрес. Хотя мы с вами недавно только записывали программу на «Комсомольской правде», а сейчас я открываю в тебе нового ведущего. Тебе нужно ехать в Голливуд и озвучивать фильмы. Мужи, мумии возвращаются и так далее. Потому что ты сегодня своей интонацией, своим голосом, или, может быть, на тебя произвело впечатление вся та информация, которую ты зачитал из этого еженедельника, но ты начинаешь поражать меня с каждым днем все больше и больше. А в отношении ответа на вопрос, да, конечно, тутанхамоны разного рода мастей, которые оккупировали наш народный хурал и сделали его действительно ненародным. Потому что, ну, в первую очередь, ты постоянно говорил слово «пенсионеры». Они не пенсионеры, они ВИП-пенсионеры все. Поэтому я хочу тебя поправить. Чудовищно. Это звучит чудовищно. Поэтому, конечно, насиженного места, насиженной кормушки они бросать, естественно, не хотят. Хотят и дальше продолжать свою равнодушную и никчемную деятельность в народном хурале. Народ бедствует. Народ на сегодняшний день в нашей республике деградирует, потому что мы же будем дальше обсуждать другой шлейф преступлений, которые происходят в нашей республике и в Российской Федерации. А подобные безмолвствующие, мумифицированные личности сегодня рвутся опять в народный хурал для того, чтобы мы ничего не видели и не слышали о деятельности республиканского парламента. Вообще деятельность любого руководителя нужно оценивать в том числе, кого он воспитал, какую плеяду учеников. Вот меня удивляет вот их какое-то эгоистическое отношение к политике. Вы можете назвать учеников вот этих перечисленных лиц? Я вот не могу. У того же Геннадия Аркиповича Айдаева есть человек, которого он может сказать, вот мой ученик, которого я воспитал, которого тащил с молодости, воспитывал, делал ему карьеру, и вот голосуйте за него, я отвечаю за него персонально, несу ответственность, я его взлевеял и воспитал. Они же не могут это сказать. Никто из них не может, кроме крика в том, что они вот выкормили змею на груди, они ни на что не способны. Мне кажется, вот она оценка их политической состоятельности, а вернее несостоятельности, другими словами, политического банкротства. Именно поэтому они до последнего тащат на себя это одеяло. Да, вот эта же система, она давным-давно носит порочный характер в нашей республике. Они фактически приватизировали все места, они приватизировали сегодня власть, вот эта пресловутая клановая система, которая господствует в республике. Мы ее обязаны сломать. Не должно никакой быть клановой системы. Система должна быть народного подхода к формированию народного хурала. Сегодня он отвечает самому себе своим названием. Быть народным, не мумифицированным, не вип-пенсионерским, не клановым, а быть действительно народным. А почему они не могут никого на сегодня презентовать и демонстрировать? Потому что никто им верить не будет. И они залазят и пытаются залезть в народный хурал только благодаря посредствам правящей партии, в которой они считают, что они приватизировали давным-давно для себя места. А пойти на действительно народные выборы, выдвинуться по одномандатному округу, показать гражданам республики, на что они способны и что за их плечами стоит, они не в состоянии. Ты правильно говоришь, что они политически банкроты во всех отношениях. Поэтому во власти им делать нечего. Два года назад я был свидетелем какого-то съезда, по-моему, какой-то союз Бурятии, или что ли, Геннадий Архипович создавал, где они собирали этих вип-пенсионеров. И вот в театре русской драме они собрались, 500 человек, и дружно рыдали. Наш опыт не востребован. Мы никому не нужны. В буфете столкнулся с Борисом Васильевичем Даниловым. Помните, такой был? Да. Федеральный инспектор, уполномочия, он говорил, мы никому не нужны. Действительно, никому и ничему они не нужны. Я помню, Борис Васильевич пытался на прошлых выборах пойти в народный хурал. И какой процент он набрал? Помните поверхние березы? Не помню. В пределах погрешности менее 2% все эти люди, они погрешности. это ошибка Бурятии. Наша политическая бурятская элита, элита Бурятии, она себя дискредитировала. Потапов. Кого он оставил? Кого он оставил после себя? Наговицына. Наговицына отправил Путин. И ЦДН отправил Путин. Наша бурятская элита оказалась бездетной, бесплодной элитой, не способной вырастить и породить новую, новое поколение руководителей. И теперь они вот пытаются продлить свое политическое долголетие, да? Но они политические импотенты. И когда вы пойдете на выборы в сентябре, оцените их. Если они не способны нам оставить свое потомство политическое, я думаю, что новую элиту должен подарить республике сам народ. Выдвигайте из своих рядов, выдвигайте молодых, энергичных, незапятнанных, но свежие силы. Мы должны с вами сегодня сказать нет прошлому. Поддержать главу бурятий. Давайте. У нас новый глава молодой. И пусть у нас будет такой же молодой парламент, который сможет разговаривать с главой республики на равных, а не быть мягкой подстилкой, да правовым управлением, как его называли, постоянно издевались над нашим народным хоралом. В республике нужна новая власть. Правую руку мы с вами сменили в лице главы бурятии. Теперь давайте отрубим эту одрехлевшую левую руку и пришьем новую хорошую здоровую дееспособный орган, законодательный орган. Потому что, да, как бы мы ни хотели, но вообще-то здесь левая рука является решающей рукой, потому что наша республика, республика фактически парламентская, если парламент является левой рукой, то левая рука, можно сказать так, бурятия является левшой. вопрос в том, что только народ может быть способен к воспроизводству. Вся эта прогнившая элита, я полностью подтверждаю твои слова, она уже не способна к воспроизводству. И хотя во многих странах пожилой возраст является замечательным возрастом в жизни людей, люди становятся более мудрыми, более опытными во всех отношениях, но только, к сожалению, не у нас. Сегодня, совершенно правильно, эта политическая элита должна способна воспроизводить других личностей, должна выдвигать из пучины, выдвигать на гребень волны новых энергичных, интересных, креативных людей, которые смогут возглавить любые политические процессы в нашей республике. Они сегодня не способны это сделать, они способны только посредством кулуарных интриг занимать выгодные места возле кормушки и после этого возле этой кормушки только меняться местами по очереди, что они и делают. И грызь друг другу горло. Вы посмотрите, что происходит в Баргузинском районе. Даже московские единороссы были в шоке от того, что происходит у нас на праймере. Грязь и сиферис. Вот что творится у нас на внутрипартийных выборах. Москвичи сказали, но пресеките этот скандал в Баргузинском районе. Там мертвая хватка в друг друга вцепились Бату Ачиров, это руководитель обанкротившего со строительной компанией КАТ-Плюс, да, дорожник, и Матвей Гершевич. Бывший спикер. Бывший спикер, бывший прокурор. Ну, позорить то, что они творят в Баргузине, ни в какие рамки не влезает. Такая грязь друг на москвичи то были в ужасе и вынуждены обратиться. Либо снимаете обоих, либо они, значит, в цивилизованных рамках ведут внутропартийную борьбу. Совершенно правильно, поэтому я хочу с экранов твоей передачи обратиться к жителям Баргузинского района. Уважаемые граждане, я хочу обратиться к вам, к жителям Баргузинского района. Прекратите эту битву пауков в банке. Выберите в своем благословенном Баргузинском районе того кандидата, который будет действительно отвечать вашим интересам, который не будет равнодушным свидетелем всех политических процессов, которые происходят в республиканском парламенте, который будет отстаивать те бюджетные траты, бюджетные направления, которые нужны в том числе и вашему району и нужны республике Бурятия. А сегодня они являются представителями так называемого Баргузинского клана. До сего времени они хвалились своим небожительством, считали, что их клан является самым сильным, потому что у них есть и бизнесмены, есть и прокуроры, есть и другие разного рода сословия. И был Потапов. Потапов нужен был. Совершенно правильно. И он и притащил фактически всю эту прогнившую элиту, которая сегодня нам демонстрирует фактически нахождение в так называемом террариуме. В террариуме битвы пауков. Вы зачем полезли в этот террариум? Вот 200 с лишним человек выдвинулись у нас на внутрипартийный правильмейст Единой России. И я с удивлением обнаруживаю нашего друга, товарища и соратника. Вы человек, который активно критиковал и торпедировал Единую Россию. И тут вы выдвигаетесь на внутрепартийный правильмейст от этой партии власти. Вы что, перекрасились? Поменялись? Что вас изменилось? Что вас понудило пойти на поклон в эту партию? Не буду, как его называли там воров и жуликов, не будем повторяться. Я на поклон к ней не ходил. Фактически она меня пригласила. По всей видимости они понимают, что на сегодняшний день происходит в ее рядах и в ее кругах. Фактически она деградирует. Своим внутренним разложением она показывает обществу, что у нас нет политического будущего. Поэтому я иду и я выдвинулся от этой партии для того, чтобы показать нашему обществу, что нужны кардинальные радикальные изменения. Нужны новые личности, которые смогут повести за собой народ и которые смогут сменить экономический и политический вектор нашего развития. Я сегодня не пытаюсь сказать о том, что я являюсь членом или представителем этой партии. Я не являюсь ее членом. Мои политические убеждения рожденного в СССР они остались и они будут навечно. Это моя точка опоры, благодаря которой я и совершаю свои политические действия и заявления. Знаете, вы мне напомнили историю с Николаем Будуевым, который тоже активно, будучи директором московского комсомольца, активно критиковал партию власти, Единой России, потом выдвинулся на праймерис на прошедших два года назад в выборах в Государственную Думу. И надо сказать, будучи оппозиционером, выиграл и стал депутатом отправящей партии. Не повторите ли вы его печальную судьбу? И Коле не стало слышно. Коля кончился. Николая Робертовича не стало. Если он здесь в городском Совете как-то прикрикивал на этих единороссов, что-то критиковал, кого-то ввел какую-то борьбу, то сейчас его нету. Он растворился, он исчез. Его Единая Россия поглотила, сожрала и переварила. То же самое, я боюсь, и с вами произойдет. Но он явно не превратился в дракона. Вот в чем суть-то. Поэтому он был достаточно и он является. Я бы вам сказал, во что он превратился в процессе пищеварения, которая произошла из единой России. Во что превращается человек или продукт после пищеварения, вы знаете? Знаю. Вот. А не превратились в то же самое и вы через годик. Не узнаем, Игорь Александрович, замолчит, затрепещит, сломается. В это я не превращусь, можешь не сомневаться. Потому что я вообще-то всегда считал и считаю себя твоим политическим соратником. Если я вдруг буду превращаться в дракона, останови меня или просто элементарно возьми и убей. Понимаешь? Поэтому мы идем на выборы для того, чтобы защищать интересы народа. Потому что партия, политическая партия не защищает к нашему великому сожалению. Она защищает свои клановые интересы, она защищает ВИП-пенсионеров. Другого пути я не вижу. Я являюсь беспартийным. Партии, как перчатки, я не менял. Сегодня всего лишь я выдвинулся на праймерис от «Единой России». И сегодня я буду баллотироваться вне зависимости от своего результата. Поддержат меня граждане на праймерис или не поддержат, я все равно буду баллотироваться по 19-му избирательному округу в качестве одномандатника. 19-й партийный округ. Избирательный. Избирательный. Это округ, по которому я в свое время баллотировался в Народных Урал и проиграл Баиру Дашиевичу Циренову, который сейчас, насколько я понял, его взяли в команду Циденова, теперь он глава администрации, руководитель администрации, главы и правительства Бурятии. И что, вы получили благословение у Баира Дашиевича? Какое политическое наследство он вам оставляет на округе? Я помню его красивые предвыборные обещания, он обещал превратить левый берег в транспортный хаб, проложить железную дорогу, ни много, ни мало, вы представляете, отдельную ветку кинуть на левый берег. И где его транспортный хаб, где его железнодорожная ветка, вы будете выполнять его неисполненные предвыборные обещания? Ну, прожектерских проектов со стороны предыдущих депутатов народного хурала было более чем предостаточно. И Матханов не окончил срок своих полномочий, стал депутатом Государственной Думы от Справедливой России, и Баир Циренов стал главой администрации, главой Республики Бурятия. Мои благословенные края, там, где я живу длительные годы, живу, учусь, работаю, учатся мои дети в восьмой школе, на сегодняшний день является полигоном прожектерских замашек, несостоявшихся депутатов разных мастей. Поэтому я знаю все проблемы, которые существуют на девятнадцатом округе. Я знаю, что девятнадцатый округ единственный во всем городе, на котором остались три смены наших детей. И мой сын учился в три смены. И благодаря этому, благодаря этой порочной системе, ничего учителя сделать не могут, потому что школы переполнены. Мы остались без тренировок, к моему великому сожалению. Поэтому задач очень много по девятнадцатому округу. Никакие прожектерские проекты я продолжать не буду, а буду жить обычной земной жизнью рядового гражданина и выполнять те заявки и те просьбы со стороны избирателей, которые необходимы сегодня, каждый день, каждый час нашим гражданам, нашим избирателям. Вене медведевицы. Игорь Александрович, как переводится это выражение? Не знаю. Приди, прийти, увидеть, победить. Это говорил великий полководец Август Юлий Цезарь. Юлий Цезарь. Да, благословляю тебя на победу. Давайте, уважаемые телезрители, все поддержим Игоря Александровича. Пусть он придет и убьет этого дракона. Вообще необходимо прийти и поддержать партию власти в их стремлении обновлению. Нужно прийти и поддержать на праймеры на всех 160 участках. Узнайте. 3 июня. 3 июня. Узнайте, где они располагаются. Возьмите паспорт родственников, друзей. Придите и поддержите независимых кандидатов, которые выдвигаются от партии власти. Давайте вместе убьем этого дракона. Всего доброго. В эфире была программа Богдай. У нас в гостях Игорь Бабков. Кандидат на праймерис от партии Единая Россия по левому берегу 19-му избирательному округу. До новых встреч. Всего хорошего. Редактор субтитров А.Семкин